Почему, собственно говоря, нужно бороться, да, многие пишут, допустим, просто обходить его стороной, да, он все-таки дитя природы, большик сам по себе не остановится, то есть если он куда-то проник, да, допустим, даже одно семечко, совершенно одного семечка, с этого появляется же неспособная популяция, вот, и он не остановится, он будет продолжать, он придет на ваш любимый луг, на ваш любимый пляж, да, то есть его не получится игнорировать, вот, то есть природа не знает, как с ним бороться, мало естественных врагов у него, у нас, потому что это скавказский вид, да, а для нашей природы он новый, чужеродный, и защитные механизмы еще не выработались, если брать Дальний Восток, да, там растут местные виды борщевиков, вот, например, борщевик шерстистый, который похож, да, по размерам, но он другой, там есть ботанические отличия, он не вызывает ожогов, и более того, является съедобным, да, это, значит, исконное блюдо итальмена причем было, вот, тоже можно встретить там, ну, на Соколение, на, значит, Камчатке, он, собственно, растет на Камчатке даже в большей степени, мы говорим, вот, ну, конкретно о борщевике Сосновского, и, значит, немножко тоже, вот, собственно, методы борьбы с ним, да, почему, и прежде чем методы борьбы обсуждать, да, сильные и слабые его стороны, Ну, во-первых, он сильнее, больше остальных трав, намного больше, у него большие листья, которым затеняют остальные травы, если мы рассмотрим его стеблекорень, да, он похож на морковку, то все его почки расположены по кольцу, в одной примерно зоне, где-то на глубине 5-10 сантиметров под поверхности почвы заглублены, И если мы, да, значит, возьмем и срежем аккуратненько вот эту вот точку роста, да, со всеми почками, где-то подкопаем на глубину, там, 15-20 сантиметров, да, и вытащим, да, эту верхушку морковки и выбросим, то весь остальной корень, может быть, метровый, полутораметровый, он уже погибнет, то есть он дальше не даст никаких побегов Собственно, на этом основан, да, самый простой и достаточно действенный, собственно, метод борьбы, да, это выкапывание стеблекорня или подрезание стеблекорня, еще его говорят, да, ну, значит, метод трудоемкий, но действенный, да, но важно просто помнить, что косить борщевик недостаточно, то есть можно косить очень-очень много раз, да, это его ослабляет, но не является методом борьбы, лишь отсрочка Если, допустим, большая степень заражения – это ваш участок, да, то вы можете весной накрыть черной пленкой, вот, но эта черная пленка, она должна полежать где-то год-полтора, вот, за это время черная пленка не попускает воду, значит, ведет перегревание почвы, если, значит, вдруг там дырочки, да, вы кладете черную пленку, ничего страшного, он не пробьет ее, мы проверяли многократно, вот, метод, в принципе, действий, ну, и, собственно, почему вообще его не удается победить, да, потому что он очень сильно распространился, Допустим, сельхоз земли, понятно, да, нужно в теории просто обратно вернуть их в силу оборот, проблема будет решена, допустим, на частных землях, да, там нужно просто, чтобы начали бороться, чтобы люди больше осведомленность проявляли, да, и начинали какие-то действия, вот, значит, ну, как быть, допустим, дойрек, дойрек, он уже сильно очень распространился, а у семена, собственно, они распространяются по рекам, да, и по воздуху, и, значит, водой, вот, там нельзя применять гербициды, значит, туда не загонишь часто технику, вот, и там, получается, остается только вот ручная выкопка, да, а территории достаточно большие, и вот непонятно, что с этим делать.